Задумывались ли вы когда-нибудь, каким чудом является зарождение новой жизни? Какие метаморфозы претерпевает клеточка, превращаясь в человека? Как еще неродившийся малыш меняет вашу жизнь и какое-то счастье, заглянуть в его необыкновенно мудрые и изучающие душу глаза? Но до счастливого момента появления крохи на свет, пройти весь этот путь нужно осторожно и правильно. В стенах Краснолужского перинатального центра находятся женщины, которые нередко нуждаются в стационарном лечении. По словам практикующего специалиста Игоря Валерьяновича Львова, как правило, главным в лечении является вопрос питания будущей мамы. То, что женщина кушает, то идет как строительный материал для ее ребенка, для ее организма, для того, чтобы все ее органы и системы работали нормально и обеспечивали вынашивание здорового ребенка. Я именно делаю акцент на то, чтобы ребенок должен быть здоровым. Не все дети, к сожалению, рождаются здоровыми. Не все дети рождаются с тем весом, который им нужен для данной предоношенной беременности. Поэтому акцент на то, чтобы женщина доносила ребенка и рододела его именно здоровым. Многие современные женщины некоторые важные продукты из рациона питания упускают, предпочитая употреблять менее полезную пищу. Некоторые привыкли не есть белковые продукты. Они питаются растительной пищей. Поэтому, когда у них начинаются такие проблемы, как, допустим, маловесный пруд или дисфункция плаценты, мы прежде всего учим их кушать белок. Белок – это рыба, мясо, творог, сыр. И тут нужно сделать акцент, что не только употребление этого продукта имеет важное значение, но и время, в которое женщина его ест. К сожалению, если она ест этот продукт с 6 утра до 11 утра, он усваивается. И плод получает достаточное количество белков. Если она ест его вечером, как бы заведено в семье или когда у него есть время, этот продукт практически не усваивается. Поэтому это бывает ситуация, когда женщина утверждает, что она ест достаточно белка. А по анализам мы видим, что у нее и в крови недостаточно белка, и плод развивается плохо. И анемия выясняется, что она есть во второй половине дня. И мы переучиваем женщине есть белок именно до 11. Причем я хочу сделать акцент насчет соли. Везде рекомендуется, во многих, везде, во многих литературе рекомендуется бессолевая диета. К сожалению, белковую пищу нужно подсаливать. Мясо, рыбу нужно подсаливать. Потому что соляная кислота, которая выделяется в желудке и расщепляет эти продукты, она нуждается в достаточном количестве нашей обычной соли, натрий-хлор. Поэтому 5 грамм соли в сутки – это необходимое количество соли, которое нужно организму и которое не принесет женщине никакого вреда. Медицина доказала, что избыточная масса тела увеличивает риск развития многих серьезных заболеваний. А когда речь идет о будущей маме, лишний вес становится особенно опасен. Врачи рекомендуют женщинам дробное, умеренное питание. Каждый кусочек пищи, который вы едите, должен быть разжеван до такой степени, чтобы во рту он растворился полностью и потерял вкус. Да, это очень сложно, но зато, употребляя пищу таким образом, вы будете гарантированы от избыточного веса. Вы немного съедите. Если вы каждый кусочек пищи будете тщательно пережевывать, завтрак у вас займет минут 40, обед – час, ужин – минут 40. Да, это тяжело, но зато вы будете стройными, красивыми и здоровыми. За две недели такой тренировки у вас пройдут все желудочно-кишечные заболевания без обращения к врачу. К сожалению, подкожная жировая клетчатка – это не социальное накопление. Это активная жировая ткань, которая участвует в обмене гормонов и обмене веществ. При ее недостатке или избытке у женщин возникают трудности с вынашиванием плода. Большое значение имеет вес. Правильный вес рассчитывается по индексу массы тела. Как рассчитывать свой индекс массы тела, можно найти в интернете. Казалось бы, что может быть общее между индексом массы тела и вынашиванием беременности? При низком индексе массы тела, при недостаточном количестве жировой клетчатки у женщины, часто наступает такое состояние, которое называется угрозой прерывания беременности. Ваши порции не должны расти вместе с вашим животиком. То, что вас теперь двое, не означает, что и кушать вы должны за двоих. Выходить из-за стола надо с ощущением легкого голода, а не с чувством полной чрезмерной сытости. Главное условие правильного построения пищевого режима – еда должна быть качественной и разнообразной в суточном и недельном масштабе, в то время как каждая отдельная трапеза должна состоять из одного-двух блюд. Если перед вами стол, уставленный разнообразными яствами, надо устоять перед соблазном попробовать каждое. Также при составлении рациона стоит учитывать и время суток, в которое собираетесь есть. С 11 часов дня до часу дня разновкусие, то есть можно есть любые продукты в умеренных сочетаниях. Конечно, беременные женщины иногда имеют такие вкусовые пристрастия, которые кажутся удивительными. Но если ей это хочется, пожалуйста, но, уважаемые беременные, с 11 до 12 часов. Тогда желудок и то тонкий кишечник переварят эти вещества, и у вас не будет никаких расстройств кишечника. Но акцент с 11 до часа. С 13 до 17 лучше всего усваивается углеводная пища. Это различные каши, это ваши пироженки, которые вы очень любите, это печенюшки, это ваши эклерчики, которые вы очень любите. Они усваиваются идеально именно с 13 до 17 часов. Единственное, я хочу сделать акцент. Ешьте лучше домашнюю выпечку. К сожалению, в выпечке, которую вы покупаете в магазине, много различных стабилизаторов, много разрыхлителей, которые иногда вызывают расстройство кишечника. Ну а домашнюю выпечку, пожалуйста. Я думаю, выпечка, приготовленная с любовью, вам не навредит. Кофе, чай. Кофе, эти два продукта вызывают резкое сужение кровеносных сосудов. Для взрослого это вызывает повышение работоспособности на короткое время за счет сужения кровеносных сосудов. Но кровеносные сосуды сужаются везде, в том числе и в плаценте. В результате вы чувствуете прилив бодрости, а ваш ребенок чувствует недостаток кислорода и питательных веществ за счет того, что в плаценте притекают в два раза меньше крови. Как вы думаете, как будет чувствовать себе ребенок на фоне приема кофе-чай? В стационаре здесь мы не рекомендуем употреблять ни кофе, ни чай, ни какие-либо пакетированные напитки. Есть свежие фрукты, есть сухофрукты. Из них беременной женщине готовить индивидуально для каждой, по ее выбору, по ее вкусовым пристрастиям. Готовить напитки, проваривать их, охлаждать. И это для нее прекрасный напиток. Есть шиповник, есть яблоки, есть любые фрукты, есть изюм, есть курага. Вы можете из этих напитков, из этих фруктов сделать любой напиток, который будет принимать беременная женщина. И это будет для нее идеально. Многие женщины страдают запорами. В этом отношении, в нашем отделении, я рекомендую женщинам принимать до 12 часов, с 6 утра, до 12, ну, кто когда просыпается, именно такие фруктовые салаты, овощные салаты. Это могут быть тушеные овощи, это могут быть вареные, это могут быть сырые фрукты, сырые овощи. Но объем должен составлять от полулитра до одного литра салата. Я не беру ни вес, я беру просто. Каждый подбирает себе дозу в зависимости от своего состояния. Достаточная доза приводит к тому, что стул у женщины 1-2 раза в сутки регулярно. Кишечник работает на клетчатке. Клетчатка это морковка, свекла, капуста, яблоки. Исключение составляет картофель и бананы. Это практически сплошной крахмал. Если не получается на фоне этих овощей и фруктов добиться регулярного стукла, добавляется инжир, курага, изюм, чернослив. Как правило, внедрение такой диеты позволяет нормализовать стул и не тратить деньги на дорогостоящие препараты, которые вызывают регулярный стул. Что касается витаминов, то употребление овощей и фруктов между приемами пищи разрешается в любом количестве. Главным условием является тщательное их пережевывание, как указывалось ранее. И не стоит забывать отдыхать в течение дня. Сон для беременных должен составлять не менее 10 часов в сутки. Это ночной сон и 2 часа дневной. К сожалению, сейчас много внимания уделяется интернету, просмотру сериалов. Я хочу сказать, что самый полезный сон начинается где-то через час после заката солнца и до часу длится. Многие женщины, которые поступают к нам, поступают именно из-за нарушения сна. Здесь мы их переучиваем, здесь у нас режим, здесь у нас мы, ну в буквальном смысле, заставляем их раньше ложиться отдыхать. Такой режим позволяет сэкономить до 70% лекарств, которые стоят сейчас очень дорого. Очень дорого. У женщин, которые страдают вегетососудистыми дистониями, за счет правильного режима нормализуется артериальное давление. Им не приходится покупать дорогостоящие препараты, которые снижают давление. Поэтому делайте выводы. Многие женщины, если бы не соблюдали правильный режим сна отдыха, к нам в стационар на лечение никогда бы не поступили. Диета для беременных категорически исключает любые алкогольные напитки, табакокурение и прочие вредные привычки. Даже небольшие дозы никотина, небольшие дозы алкоголя, они очень вредно влияют на плод. Я не буду распространяться много о синдромах, которые вызывают эти вещества. Но прежде всего хочу обратить внимание, что они влияют на головной мозг. Доза никотина, доза алкоголя для беременной женщины равна нулю. Если даже это не приводит к тяжелым состояниям, которые можно оценить объективно. Допустим, у женщин, которые курят много и даже немного, и даже являются пассивными курильщиками, которые вдыхают дым сигарет, которые выдыхают отцы, мужья, у них часто развивается синдром задержки развития плода. Если женщина употребляет алкоголь, здесь бывает так называемый плодный алкогольный синдром, который имеет характерные признаки. Если даже не развиваются эти явные признаки, прежде всего эти вещества действуют на головной мозг, может ребенок родиться внешне здоровым. Но когда он пойдет в школу, когда он начнет учиться, вы заметите, что он плохо усваивает знания, у него плохая успеваемость. Вы не можете объяснить ему простейших задач. Вы не можете объяснить ему, что правильно, что неправильно. Вы не можете даже заставить его что-либо делать. Ну, если вы согласны иметь таких детей, то можете продолжать курить, принимать алкоголь. Если вы хотите, чтобы ваши дети были здоровыми, были вашими помощниками, помогли вам в старости, то вкладывайте в них здоровье, чистоту, порядок, здоровый образ жизни, здоровое питание и полный отказ от привычек вредных. Народная мудрость гласит, не стоит воспитывать своих детей, они все равно будут похожими на вас. Воспитывайте себя. Продолжение следует...